Реставрация двухполярной системы. Статья на РТ за 16 декабря 2019 года. Алексей Мартынов. В Британии на прошлой неделе прошли досрочные парламентские выборы. Знаковые выборы для Объединенного Королевства. На кону стоял вопрос выхода Великобритании из ЕС. Четные потуги выполнить волю большинства британцев, высказанную на референдуме в 2016, как бы сказал Классик, спустили в сортер истории правительства Терезы Мэй и чуть не поставили жирную точку на карьере эксцентричного нового лидера Тори Бориса Джонсона. Если Терезы Мэй с ее харизмой голливудской киношной ведьмы не помогли никакие уловки, включая мировой бетселлер с мнимым отравлением скрипалей и их кота, русофобской карты вездесущей в игру и последующим нарастанием русофобии, то умный Борис, большой знаток античной литературы, сумел вывести патовую ситуацию с Брэкситом на финишную прямую. Полгода парламент водил его за нос, рискуя всей карьерой в начале осени Борис Джонсон инициировал распуск парламента и досрочные выборы. Буквально в минувший четверг 12 декабря консерваторы во главе с Борисом Джонсоном получили оглушительный результат на выборах, практически повторив рекорд Тори времен Маргарет Тэтчер в 364 мандата. Извините, лейбористы и противники Брэксита получили только 203 депутатских места. Лидер лейбористов Корбин уже подал в отставку. Такого провала ему не простили. Интересно, что 48 представителей пришли в парламент от Шотландской национальной партии. Четвертая партия, проникшая в палату общин 11 мандатами, либерал-демократы. Виги уходят в прошлое. Теперь никто не в силах помешать парламенту Великобритании за оставшееся до Рождества время принять манифест в Брэксите, что означает окончательный выход Британии из ЕС 31 января 2020 года. Причем на условиях британцев, как бы ни пыжились в Брюсселе, грозя огромными неустойками. Все-таки речь идет не о бухгалтерском балансе при выходе из общего бизнеса. Скажем так, не только об этом. Британия, считая сильно вперед, рискуя временным падением экономики упрямо, желает сбросить в себя ермо обязательств перед Брюсселем по так называемой общеевропейской солидарности, в том числе и по ряду континентальных проектов типа создания общеевропейской армии. Между прочим, последний раз без участия Великобритании, общеевропейская армия собиралась под эгидой немецкого нацистского рейха в первой половине 20 века. Все помнят, чем тогда это все закончилось. Конечно, сегодня не принято вспоминать те времена, когда большинство Европы присягнуло Гитлеру и отправилось с ним к мировому господству во Второй мировой войне. Более того, некоторые европейские политики изо всех сил пытаются переписать историю, выгораживая себя. Но как тогда, 80 лет назад, так и сейчас, британцы считают невозможным участвовать в безумии, однако сохраняя свой собственный пиратский интерес вместе со здравым смыслом. Вместе с почти 52% британцев, проголосовавших на референдуме в 2016-м за выход из ЕС, существует практически стопроцентный консенсус по этому поводу в британских элитах. Собственно, результаты выборов 12 декабря тому яркая иллюстрация. Аргументы глобалистов, что, мол, Британия загнется без Европы после отключения от европейской экономики, сильно преувеличены. Сегодня, спустя несколько дней после оглушительной победы консерваторов, британские СМИ вместе с обсуждением результатов выборов обращают внимание, что страны британского содружества в совокупности насчитывают почти 2,5 миллиарда человек, треть мирового населения. Понятно, что без прямой поддержки США Великобритания вряд ли сможет оперативно оптимизировать новый тренд. Но тут никто не сомневается в такой поддержке. Более того, авансы со стороны Дональда Трампа выданы и акцептованы. В Лондоне ожидают подъема уже в первой половине 2020 года. Бизнес-круги Британии выражают осторожный оптимизм. Фунт стерлингов возвращает свои позиции. В результате возникает интересный пассианс за мировым и горным столом. Классический тандем США плюс Британия с одной стороны и Россия плюс Китай с другой. Европа между этими полюсами вынуждена будет делиться по интересам. Как располяризуется все в течение нескольких лет предмет внимательного наблюдения? ЕС, погрязнув в противоречивых бюрократических приседаниях последних 20 лет, так и не смог стать полюсом нового многополярного устройства. Новые же центры мировой политики выстраиваются в привычную бинарную систему. То есть реализация Брекзита Британии 31 января 2020 года снова возвращает шанс реставрации понятной всем двухполярной системы. Возможно, это одна из причин удивительных и, безусловно, исторических событий в сегодняшней Великобритании. Представляется, что особо нервным и важным в этом плане для России станет борьба за постсоветское пространство. Нет сомнений, что нашу зону прямой ответственности попробуют активно сократить. Вслед за Прибалтикой ряд бывших республик СССР имеют высокий шанс быть оторванными окончательно от России. Наша задача как минимум сохранить свое, наращивая влияние во всем мире. Алексей Мартынов. Реставрация двухполярной системы.